привет мини орхидейка смотрю еще не собирается цвести я по-быстрому думаю дай-ка я ее обновлю потому что потому что у нее тоже шейка длинная сухая вижу старая хочу пересадить и обновить она у меня сидит с добавлением немножко ли чузы пор здесь сразу видно что зеленеет по чуть чуть внизу горшок зеленый потому что там наверно пена стекло поэтому а может лечу за на дне тоже а лечу за это лечу за ноги было поэтому зеленый горшок так из уценочек из уценочек горшки написано у меня ноябрь 19 не так можно сказать давно посажен ноябрь 19 как сказать недавно до прилично уже прошло времени на уценочка была тоже изоби все мои уценки в основном у зоби видите какая черная было это но это не гнилье никакой потому что гнилье бы и не стала сажать это остатки от старого грунта и так как она уже нарастила свежих корней шею это можно старую отрезать это принципе корни принципе неплохие но я так как обновляю я отрезаю даже если они прилично выглядят то есть пупку вот эту я хочу отрезать от нее избавиться хотя корни очень даже хорошие прямо даже хорошие уже уже слышу комментарии зачем отрезать если такие хорошие я прям слышу слышу как вы возмущаетесь моя цель омолодить и если есть достаточное количество корней для жизни орхидеи то почему бы это не сделать я знаю у меня есть фанаты которые меня поддерживают всегда мне пишут девочки я всегда читаю ваши все комментарии внимательно просто ничего если я где-то пропустила случайно это только по невнимательности а вообще я тщательно штудирую все комментарии по возможности всем отвечаю на все ваши вопросы так что возмущайтесь или хвалите меня я буду только рада нашему общению так сейчас все сейчас это все уберу орхидейку помою и будем с вами сажать так горшочек я взяла старый 12 сантиметров отсюда до сюда 12 маленький вот посмотрите кто не видел предыдущую картину как я это все отрезала согласитесь что вы даже и не сказали бы да что я вообще тут что-то отрезала у нее посмотрите чудно по моему на мой взгляд и этого достаточно если все корни здоровые свежие понимаете шея посмотрите идеально чистая потому что всю плохую шею мы отрезали старую как она плохая была на старая была просто подсохшая они были вьевшиеся вот от торфяного субстрата кокосового там да и старые корни тоже я не люблю когда они такие все такие знаете на грязные как будто бы в торфе или в этих кока чипсов тут они такие прямо зелененькие свеженькие прямо сказка поэтому мы и молаживаем орхидейки орхидейки даже легче от этого становишься смотрите как чудно на вот этот горшочек теперь входит прямо замечательно так где мой керамзит кто пришел тут кто пришел не мешаться кто это кто пришел это мужик пришел чего ты нюхаешь орхидейку манюхаешь до мужем таки и мешаешь мне море пойдешь есть иди иди давай иди нельзя на столе сидеть то иди уходи 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 не мешайся иди иди ты что же такое это за кот такой пришел ты всех отвлекаешь мурзюня пришел понюхал все проконтролировал процесс ну что теперь тебе дверь не открыл так отвлеклись чуть-чуть с вами о чем это я говорила а я говорила то что не бойтесь омолаживать свои орхидейки но только конечно если это она нуждается в этом разумеется если есть достаточное количество новых корней то старых от старых можно избавиться но без фанатизма только а то потом скажешь что я это всех сагитировала и ничего не получилось надо аккуратненько все главное потом не переборщить не переборщить с поливом полив по мере надобности поначалу я уже сейчас говорю это в каждом видео потому что есть люди которые поимели неудачный опыт с керамзитом теперь боятся сажать керамзит но это вы зря просто говорится две ситуации либо корни уже были плохие либо вы их сами загубили слишком обильным поливом сразу после пересадки не нужно сильно до заливать нужно дождаться роста корней внутри горшочка тогда уже можно наливать водичку оставлять уже потому что скоро лето буду я отлучаться на несколько дней уж точно на дачу мне нужно что все мои орхидейки были подготовлены уже к моему удачному сезону я могла смело уезжать вставляя их всех на мокрых пяточках поэтому сейчас я все оперативненько пересаживаю но кого успею до лета потому что много орхидеек у меня цветут которые нуждаются тоже очень сильно нуждаются в пересадке там вообще такие корни что огромные горшки тоже мы там огромное потому что все корни когда пересаживала с коры я все корни сохраняла запихивала в те горшки в которые эти орхидейки влезали поэтому мне очень много гигантских горшков сейчас я все омолаживаю все корни обстригаю и орхидейки пересаживаю более маленькие горшочки такс теперь трамбуем немножечко чуть-чуть осела где у меня еще керамзит такс керамзитику намыла еще немножко быстро заканчивается при посадочке о какой плоский смотрите кстати мне тут спрашивали какой керамзит у меня легкий или тяжелый даже не знаю чего вам ответить на этот вопрос наверное легкий все-таки чип тяжелый скорее да легкий даже когда его намочишь он не тяжелый даже вот горшок с орхидеи он тоже не тяжелый вот лечу запон кстати говоря у меня есть пару посадок в полный полную лечу запонда целиком я ничего не хочу сказать плохого про этот грунт но он жутко весь позеленел поэтому я как только цветут эти орхидеи буду из лечу запон вынимать все таки все таки лечу запон у меня пойдет для суккулентов для кактусиков я сейчас эту лечу вынимаю аккуратненько перебираю это очень конечно тяжело выбрать этот мелкий грунт из керамзита и пеностекла я в общем перебираю когда у меня есть время отдельно буду складывать остатки этого грунта и потом буду туда кактусики сажать у меня есть что посадить даже хорошо что есть такая возможность перебрать пеностеклом конечно же украсим не без этого грешочки прикроем тут немножко так немножко добавим а то я керамзита конечно насыпала по самые уши ей и на пеностекла на пеностекло даже места не осталось ну ничего так тоже красиво так ну вот все совсем недолго мы с вами пересаживали быстренько с минничками нет проблем особенно с такими хорошими корнями когда ой ой все падает так покажу вам корни вот хорошо все легло как я люблю все сейчас подпишу только ее чтобы не забыть какого числа и все когда она зацветет я уже вам скажу что такого-то числа мы с вами пересаживали можете пересмотреть видео если не верите вот на ней такая вот будет бирочка это ее первая пересадка в этот грунт ну конечно я не помню может я ее сразу купила и сразу в этот грунт посадила скорее всего так и было потому что миник у меня только сейчас миньки в основном там много как раз за последний год появились а так у меня в основном стандарты вот такая красавица красавица узнаем скоро какого она цвета я думаю через какое-то время ну все всем спасибо за внимание всем пока 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 я не знаю